все вылетаем вылетаем печерск ужин и мост макс на месте discovery 80 до 90 100 можно ехать лафетик сзади болтава 315 пишет да вот 90 спидометр правильно показывает что показывает а ну чуть-чуть меньше спидометр чуть занять занижает колеса все-таки больше как флаг наш до соточку идем уверенно танк кразик смотри такой как мы катались да на танковой он еще да кразик такой 260 это с нашего наверно с дарницы едут смотри опять лаптежничек свистунчик он называется такой как мы катались да целая колонна идет так они валят нормально я тебе скажу так вот куда видите можно на лаптежника применить танки возить да подъехал и предложил на танковый завод свои услуги а он сопровождение сколько же они едут скорость сейчас померяем наверное 50 да нет нормально так валят да такой же ящик точно такой 260 как раз как мы как мы засадили некоторые говорят что в них нету блокировок не не есть там задние отключены не все пишут что есть блокировки одинаковые все танки по нам еще за мегапроходимыми автомобилями да которыми мы покупаем теперь пачками пачками сейчас будет сейчас будет экшен это будет уже в этой серии да уже скоро уже скоро дорога Макса говорит перестает быть томной да съехали мы с харьковской трассы да тут сейчас будут шумовые звуковые и вибрационные эффекты сейчас мы двигаемся к этой серьезной покупке так мы еще не покупали машины сейчас вы удивитесь памятник тут красота глянька в Киеве каштаны 6 полицейских елки да не постеснялись тут наляпали из асфальта кто узнает городок пишите да красиво детская площадка спортплощадка баскетбольная скейт парк там был смотри тут ничего себе нормально кто-то кто-то не только тырит кто-то да людям для детей молодцы сделали шевченковские хатки пошли какой-то мы попали опять в другой еще в другой мир и памятник есть ёхан и бабай тут надо на дорогу нельзя отвлекаться блин кусок маршрута такой непростой сейчас будет так скорость упала до пяти весело тут да тут по-взрослому строят бетоночка новенькая такая тут еще построят когда-то хотя бы везде такие были как посмотри ширина нормальная ни хрена себе друзья тут какое-то грандиозное просто строительство по-дорогу идет вчера журналистка слышишь спрашивает владимира александровича как там дороги какой-то на такой глупый вопрос задала сейчас вылетела с головы зачем вы типа дороги да да зачем вы дороги что-то строите как-то вы так акцентировали на этом внимание говорит ну как зачем дороги же должны быть простой ответ четкий и понятный ну такая девушка не в себе кажется с 5 канала или не помню откуда но может ошибаюсь смотри какая тут вообще технология бетоночка тоже турки да я думаю проехавший любой по этой дороге такой глупый вопрос зачем дороги задавать не будет какой аппарат да сразу ширина полотна а тут дверь дверь вот 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 это крутяк вы посмотрите толщину слоя это же не весь там еще подушка и что да если не тырить делать как положено восьмерочка во фроуде да какие черноземы да строительство грандиозное новый мост через переезд владимир владимир вчера говорил дашь это мостов какое-то количество там построили большое большое да конечно привести дороги в порядок ты знаешь и люди в регионах конечно такие которые которые 20 лет не видели дороги когда построили дорогу и люди в шоке этом пост фейсбуке читал человек пишет я не знал что с александрии там можно на кировограда или куда там доехать типа за час когда говорит на это три-четыре уходила просто тупо в шоке и это все а деньги это платятся с каждого литра ух тут шоу тут прикинь спец участок какой бы четкий был прямичок такой да елки а вот еще мост пожалуйста нового новый же да новый да да украину посмотрим изменения за два года кто там рассказывает сладкий такой патриот такой четкий парень честный про сладкого петрушку там много там знаешь сколько их рассказывает любителей сладкого животного которая кроме того как тырить за пять лет ничего я им когда понял задаю вопрос говорю а вы скажите что человек сделал отмазка знаешь какая так война при чем тут одно к другому война же не закончилась сейчас 3 мосты дороги что-то строят есть так бензине вот опять шевченковские хатки пошли вовы просто типаж не тот понял он такой худенький маленький а это есть немного не не я имею ввиду что он не нравится ну кому-то там чисто внешне там знаешь а у нас же надо чтобы рыло такое большое было чтобы не промазать как у сладенького такой он гарный красивый гейтман только тырить короче слышишь пришел он домой там к этому который 500 дней отсидел якобы за убийство шеремета приперся к нему домой нормально пейте ну не знаю попиарится ну не в себе человек реально просто когда такие действия говорю то у меня тоже такой вопрос зачем и вообще просто не в себе человек ну это ж перед этим он дал заявку спецслужбы 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 отработали этот адрес все все соседние адреса чтобы он может туда прийти попиариться ну это ж не просто так он пришел охрана это телоходитель пить петь они у него же же менее у него же же мало есть да а вот как делают смотрите елки-палки здесь через каждые 3 метра старую хронику просто смотрела такие четко автобаны бетонные немцев у американцев в 30-х годах понял более 30-х 40-х копыляки налево нет не развернемся давай у нас блин газ закончился бензин бензин тоже непонятно сколько датчик не работает все дорога закончилась встречки он по слева дорога накатана только что там ехали две легко ушки говорю джиперы какие-то не просто просто домой люди ехали а вот такие ямы были до прошлого еще делают макс хотел резануть чтобы выехать на новую трассу резануть по проводу а вот на новую вот это выезд да уже не нужно фронт не класс повезло говорит там болотца говорит такое но говорит когда подсыхает говорит то проезд ничего говорит а так тут трактора есть вытащим повезло повезло нам а 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 лиз зеленая сложно перед не промьямы глубокие жест я мы вот тут у вас не покупал на бтр овских охренеть мы по историческим местам кто знал что мы попадем сюда тут покупал Макс УАЗик. Вот она, родина олигархов, да? Друзья, мы доехали. Какой дом. И машина. Блин, 65-й год со звездой целенький. Крылья новые. Глянь, слышишь? Чехлы на сиденье. У меня елки. А тут только, Макс, по ширине только он тут проедет. Еще? Есть запасной, блин, гаражик. Какой маленький, посмотри, высота. 20 лет. А вот она, 20 лет. А вот еще вариант. Запасной. А вот, да. Если один сломается, второй в запасе. Ну, этот вообще 20. 20-й год. 20 тысяч пробегов. С копейками. Ну, садись, гоняй. Побибибкой хоть. Блин, он еще пахнет заводом. Ты представляешь? Слышишь? А крылья вот, это от него ж. Да, так сколько еще запчастей? Молоток тоже есть. Тоже от него? Да, можете. Блин, гараж, слышишь? Ничего не надо. Ой, и этот от него. Это мы заберем. А, это багажник от этого. Да. От Горбатого? Да. Все, мы забираем. Ручка. О, давай посмотрим, что внутри, Макс. Крутится мотор. Погоди, погоди, погоди. Что надо? Ключи. А он закрытый? Ничего себе. Класс вообще. Да. Подождите, а давай сфотографирую твое лицо счастливое. Это вообще просто. А вот. Так. Идем дальше. А где кузов? Вот. Это еще не все, друзья. Это еще не все. А вот за этими листами шифера пряталось главное чудо. Как главное? Да. Которое нам придется отсюда вытащить и забрать. А как? Я даже даже не могу. Ну, как-то будем тянуть. Ёлки-палки. Смотри. Ох, блин. Как мы хоров сказали. Ух, блин. Там чайник. Чайники, Макс. Сахарница. Доставай. Все, еще есть и эти. Сервизы. О, обода. Мельхиор. Вон, да, диски лежат. Мельхиор. Шашлычок можно пожарить. Дров тут. Какого года дом? Послевоенный? В 61-м. В 61-м. Да. Ну, а так он почти ровесник запорожца. Да. Да. Вот это, видите, какая была абрикоса. Вот это она, как раз, это ровесница. 61-го года. Абрикоса? Угу. Да вот она. Огромная, да? Да, уже все. Ага. Приехала. Да. О, да. Достать его будет непросто. Ты видишь, все на проволочках, все на печати, чтобы, не дай бог, никто... Под пломбами? Да, под пломбами. Ручки нету. Ручки нету. Да, стекла есть. А заднее есть стекло, да? Заднее есть. А заднее ляда. Нету. Что-то такое. Блин, тут, конечно... Придется поработать. Придется поработать, да. Блин, а как его нести? Держите. Ёлки-палки. Ну, вперед легкий, в принципе. Ключи пошли открывать. Ну да, он же без ничего. Кузов голый, что там ничего нету, да? А, его можно будет сюда, да? По прямой. Можно я там брать? Грак. Продолжение следует...